300 часов обучения, лекции и тренинги для улучшения инвестиционного климата. Итоги образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС подвели в Красногорске. На сцене ДК Подмосковья отметили управленческие команды субъектов Центрального, Федерального и Ямала-Ненинского автономного округов, участников программы и авторов проектов, которые призваны повысить качество жизни в регионах. Три элемента. Первое – это выявление проблемы. Второе – это анализ и поиск решений. И дальше, соответственно, проработка этого решения с выходом на практику внедрения. И особенность этой программы в том, что это не образовательный проект, а это живой, настоящий проект с выходом на именно практику действий. Это инвестиционный проект. Надо отметить, что сегодня для управленцев важно видеть ресурсы не только узко в государственных мерах, но уметь привлекать инвесторов, уметь видеть частный капитал. Обучение проходило в формате двух сессий с работой на местах для верификации проектов на практике и онлайн. По итогам активности участников и выполнения ими заданий формировался интегральный рейтинг. Первым номером в нем – управленцы с севера. Команда Ямала-Ненецкого округа также победила в номинации «Лучший региональный проект». Наш проект как раз о том, как развить потребительский рынок на территории Ямала, как сделать так, чтобы наши люди не жили с эффектом отложенной жизни, не уезжали из нашего региона, чтобы удовлетворить какие-то свои базовые потребности потребителей, сходить в ресторан, сходить в магазин. Мы нацелены на то, чтобы создать эту комфортную среду для жизни у нас. Ценность этого курса в командообразовании в первую очередь, потому что один в поле не воин. На каком уровне власти ты бы не служил и не работал, не служил людям. Поэтому здесь очень важно, когда в таком командном едином порыве, защищая абсолютно реальный проект для воплощения, объединяются много экспертов. Это, еще раз повторюсь, органы государственной власти, муниципальных образований. То есть мы, по сути, становимся ближе, мы коммуницируем лучше. Члены лучшей команды по версии программы «Системный подход в управлении регионом» поделились, что уже приступили к реализации проекта в своем округе. Инициативу подхватили главы муниципальных образований, рассказала градоначальник Лабытнанге. Начинается работа по поиску инвесторов и подбору земельных участков.